С подключением юзернейм. А ты в курсе, что всемирной паутине официально стукнул тридцатник? Это которое WWW, то есть все сайты с информацией. Интернет, в смысле объединяющий компьютерные инфраструктуры, чуток постарше. Но в обиходе под интернетом мы имеем в виду именно содержимое, так что пофигу. Интернету 30 лет, а чего добился ты? 30 лет это дофига. Ты уже взрослый, а для кого-то даже старый. Ты чему-то научился, где-то стал лучше, а на что-то забил. Потому что это уже неисправит. Всемирную паутину придумал британский инженер Тим Бернамс Ли. За что в 2004 году королева Елизавета II удостоила его титула рыцаря. Это значит, что с тех пор он не просто A-Тим, а уже A-Sir-Тим. Короче, Sir-Тим считает, что к 30 годам его детище отбилось от рук и свернуло с пути истинного. По этому поводу он даже написал открытое письмо, в котором призвал изменить интернет, пока не поздно и построит лучший веб. Так что же не так с сетью? Претензий к ней много, но главных две. И они противоречат друг другу. Первое. Интернет это тотальная свалка. Такой вот бесконтрольный кибер-арт. Генетически заложенная анонимность в интернете провоцирует людей на всяческие злодеяния. Хакерство, кибер-травлю, троллинг и тому подобное. Исправить это можно только максимальной прозрачностью и сказав анонимности «категорическое нет». Претензия вторая. Веб перестал быть свободным, открытым и независимым пространством. Все, что происходит в сети, давно монополизировали корпорации. А вместе с ними на свободу юзернейма покушаются и государства. Скажем, нет централизации надзору. И две эти претензии, свобода versus контрол, идут рука об руку с момента рождения интернета. А родился интернет, как принято считать, в 1969 году. Тогда в рамках исследовательского проекта РПАНЕТ в интересах Минобороны США ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе отправили первое сообщение коллегам в Стэнфорд, что под Сан-Франциско. До рождения Амазона оставалось еще 25 лет, с Гугла 29, а Фейсбука 35. Когда-то, несмотря на околовоенную историю, у интернета был огромный демократический потенциал. Та самая претловутая свобода выбора и слова. И если бы в 80-х что-то пошло иначе, он и вправду мог стать основой для новой политической системы. Но не стал. Зато теперь мы можем прикрутить себе хобот и уши в Инстаграме. Почти одновременно с появлением интернета появились и первые борцы цифрового сопротивления. Хакеры. Сейчас это слово автоматически ассоциируется с киберпреступностью и всякими противозаконными делами. Но были, да и сейчас они есть, другие хакеры. Хакеры-идеалисты, хакеры-философы, своего рода сетевые Робин Гуды. Один из таких киберанархистов, легендарный хакер-ментор. В дремучем 1986 году он написал свой манифест. И звучал он так. Мы используем существующие системы и не хотим платить за то, что могло бы быть бесплатным, но принадлежит богатым жлобам. И вы называете нас преступниками. Вы создаете ядерные бомбы, разжигаете войны, убиваете, лжете и пытаетесь заставить нас поверить, что все это для нашей же пользы. Да, тогда мы преступники. Да, я преступник. Мое преступление любопытство. Но в большинстве своем хакеры это, конечно, про взломы, вирусы, утечки данных и слежку с целью хорошенько заработать. В 1981 году человека впервые осудили за киберпреступление. Им стал Иэну Мерфи, взломавший системы ныне крупнейшей в мире телекоммуникационной компании AT&T. А за 10 лет до этого был создан первый в мире компьютерный червь, Крипер. Так что эта самая дилемма, свобода или безопасность, стоит перед человечеством уже черт знает как давно. И до сих пор она кажется неразрешимой. На фоне этой дилеммы отец Веба Бернерс Ли выделил три проблемы современного интернета. Проблема первая – распространение киберпреступности, включая хакерские атаки, которые спонсируются государствами в политических целях. Этим балуются все ведущие державы, включая США, Китай и Россию. Проблема вторая – Бернерс Ли недоволен сегодняшней моделью монетизации контента за счет рекламы. Она поощряет наживу и вирусное распространение всяких фейков. И, наконец, последняя, третья проблема, которую нужно решить – это изменить систему так, чтобы дискуссии в онлайне стали более осмысленными и миролюбивыми. Вот такой вот идеализм. Но определиться с проблемами – это уже полдела. Но как их исправить? Старик Тим считает, что начать нужно с главного – разработать международный регламент поведения в интернете. Что-то вроде всеобщей декларации прав человека или договора о космосе. Мы же не строим боевые базы на Луне или на Марсе. По крайней мере, пока. Такой документ призван удержать распаявшихся интернет-гигантов под контролем. И с этой позиции Бернерс Ли согласен основатель википедии Джимми Уэйлз. Я сподеваюсь, что это так, мое, надеюсь, что это так. Все баг-фиксы, о которых сейчас так много говорят, а именно борьба с экстремизмом, хейт-пичингом, троллингом и фейками – все это ни о чем, пока не изменится правило игры для абсолютно всех участников интернет-рынка. И в первую очередь они должны стать жестче для монополистов. А пока же баги в системе фиксы только по доброй воле самих интернет-монополистов и в их же бизнес-интересах. Все это означает, что у пророка цифрового мира и основанной им The World Wide Web Foundation впереди еще полно работы. Конечно, всего этого можно было бы и избежать, если бы корпорации думали не только о сверхприбыли, но и о своих пользователях. Так, некоторые компании сегодня создают схемы, выгодные как им самим, так и клиентам. Схема, например, такая. Ты собрался взять новый ноут, деньги на который ты заработаешь только с помощью самого этого ноута. Кажется, что это замкнутый круг или переплата из-за кредит, но есть и еще один вариант – рассрочка. Это когда ты покупаешь товар за ту же цену, если бы платил полную сумму сразу, но отдаешь деньги частями. С нашим уровнем инфляции это еще и выгодно, потому что рубли обесцениваются быстрее железа. Как же так получается? Бизнес-модель таких услуг построена на получении комиссии с каждой покупки от магазинов партнеров. Поэтому ты возвращаешь ровно столько денег, сколько потратил, без каких-либо переплат. Можешь быть уверен, что цена неожиданно не изменится на кассе. Стоимость такая же, как и при оплате обычной карты. При этом все действующие скидки магазина сохраняются. Но тебе разбираться в этих схемах не надо. Можешь просто оформить карточку «Совесть». Годовое обслуживание, смс-оповещения тоже бесплатные. Но я знаю, что для тебя, изерней, этого мало. Поэтому углубимся немножко в тему. Фишка в том, что у «Совести» более 50 тысяч магазинов партнеров по всей России. В них ты в рассрочку без переплаты скрытых условий можешь нотарить технику, щеголять на такси хоть в булочную, покупать продукты и даже бургеры. А оплачивать их в течение нескольких месяцев. Все свои расходы и платежи ты будешь как грамотный финансе отслеживать в приложении. Современном и красивом. Прям как ты. Переходи по ссылке в описании, пусть у тебя будет совесть, даже если ее нет. Как у нас. Уже сейчас видна серьезность намерений людей с большими головами починить интернет. Пусть даже сам интернет пойдет жертвой такого лечения. В Геросоюзе уже одобрили доктрину, регулирующую загрузку на сайты авторского контента. И под это правило рискуют попасть и мемы. Ну а суверенную российскую действительность, похоже, ждет уже совсем свой суверенный интернет. Но давайте скрестим пальчики и надеемся, что пока так не будет. И этими же скрещенными пальчиками поставим лайк, напишем комментарий, поделимся с друзьями. И пожелаем друг другу в комментариях хорошего настроения, крепкого здоровья, любви, долголетия, счастья, радости. И чтобы на душе всегда была песня Ирины Аллегровой. Какая-нибудь хорошая, веселая песня. Русская песня. Субтитры создавал DimaTorzok